И всё, понимаешь, это офшор, это офшор. Американский бед, вы помните фильм «Поддубный», смотрели его? Я этот пример часто привожу. Так в конце фильма, посмотри, что его деньги до сих пор лежат в американском банке. Они там уже поиндексированы. Да, бешеные цифры, которые он там за бои свои получал в начале века. И никто их не возьмёт. Но Кипр это опасная вещь. И то же самое эти острова все эти вирджинские. Нет, я знаю, потому что ты не будешь контролировать, что там менее защищённо. Менее защищённо, ты поедешь куда-нибудь, не знаю, в Париж, ставишь карточку в банк парижский, офшорную карточку, а она завтра не выдаст доллары или евро. А здесь это однозначно будет работать. Потому что мы открываем больших банк. А что это безопасность получается, наш основной плюс? Что? Правильно я понимаю? И безопасность, да. Ты деньги будешь хранить. Особенно это, смотри, актуально для людей, которые, допустим, заработали деньги, да, и они боятся, есть такая категория, или боятся хранить деньги в Сбербанке, например. Ну, потому что непонятно, что будет. А там не выгодно просто хранить в Сбербанке деньги в банке? Не выгодно и опасно. Опасно вклады, там, по-моему, на 700 тысяч только дострахованы, или сколько там в России. Ну, вот, представь, у человека, допустим, там, не знаю, 300 тысяч долларов. Вот он продал квартиру в Санкт-Петербурге, и у него осталось 300 тысяч долларов. Покупать он недвижимость не хочет. Например, хочет, чтобы эти деньги лежали на... чтобы дочь поехала, там, учиться за границу. Ну, у каждого свои мысли, да? Не хочет он вкладывать недвижимость, хочет, чтобы они лежали в долларах. Положить в Сбербанк опасно. Да, положи. Поэтому открывают компанию за рубежом, и они лежат на этой компании эти деньги, и все. А мы помогаем в процессе открытия компании, вы все-таки просто сходите, что... Полностью, нет, мы делаем все. Это наши сотрудники делают. Сами делаем? Да, все это мы делаем сами. Ну, конечно, да, правильно, да, пакет тоже их делаем. Срок 2-3 дня. Шикарно, 2-3 дня. 2-3 дня, компания открыта со счетным счетом. Есть примеры, есть клиенты, могу дать контакты клиенту, подтвердят, никаких проблем ни у кого не было. Еще, допустим, у меня есть клиенты, украинская компания, дейтинг-знакомство. Они вот, тоже мы им открывали компанию. Тоже они сразу в Америку. Ну, и у них американские женихи же платят за услуги. То есть, они украинских девочек, как бы там, знакомят с американцами, тоже мы их клиенты. То есть, разные, я тебя специально назвал, разные отрасли, понимаешь? Туризм, ковры, айтишники, дейтинг. Прости, перебью, слушай, у нас сейчас в России сколько у вас действующих офисов в текущий момент? Мы сейчас активно открываем. Ну, Ярославль вот сейчас открыли, Нижний Новгород, вот из новых я вот учу. Ну, вот Петербург. А из старых? Из старых? Мало, в России им очень мало у нас было. Краснодар был. Надо, что у нас на текущий момент, когда я с вами познакомился, было три офиса, потом я понял, что Москва у нас закрыта из-за нечистоплотности людей, Волгоград пропали, Набережные Челны, общинку информации не получили. Ну, он что-то делает, а Набережные Челны пытается что-то делать. Не, мы открыли в Москве, все, мы нашли новых партнеров, все, уже открыли, открыли там две недели назад. Да, да, нормальные ребята, толковые. В Москве даже мы одних уже открыли и со вторыми учебу ведем. То есть в Москве будет несколько офисов. Ну, три точно. В России, на прессию Москвы, Питера нужно сквозь этого основных центра, откуда можно что-то действительно заработать. Ну, да. Поэтому в Москве как бы... Ну, мы идем сейчас. И я взял на работу менеджера по развитию сейчас, он, правда, с Украины, но он будет заниматься Россией в том числе. Будем везде открывать, конечно. Сколько у вас, если не секрет, менеджер по развитию получает? Ну, я ему вообще пообещал тысячу долларов в месяц, но сейчас на первом месяце я на пятьсот его взял, пятьсот долларов. Ну, плюс процент еще. Хорошо? Не, он хорошо будет зарабатывать. Как себя покажут, так и будет зарабатывать. Ну, да, поэтому, как бы... Все зависит от человека. Совершенно верно. Без денег и нам не нужны. Согласен. Ну, что еще? Да, так на почве по автобизнесу будет, ну, просто для своего развития, интересно. Чьи услуги, какая информация, если хотел бы тоже получить? Иммиграция, иммиграция. А опыт иммиграции, какой-то такой очень-очень-очень крутой. позитивный... Блин, позвонили мне на телефон. Подзвоните, это интересно. О, позвонили, извини, позвонили на телефон, прослушал. Позитивный опыт иммиграции? Ну, ребят, кто на Украине уже имеет там хороший опыт, там, не знаю, иммиграции, еще что-то, чтобы познакомиться, посмотреть, как ребята... Ну, я же вам сказал, что мы будем делать такой семинар в ближайшее время, если все познакомитесь. Есть, есть... Есть, есть... Прям неплохо работают и приносят... И Киев, в принципе, неплохо работает. То есть они приносят клиентов. Постоянно. Так, семинар, хорошо. Алло, что там еще нам нужно скинуть, попросить? Взять контакт у клиентов с примерами открытия компании, да? Могу дать, да. Могу дать. Хорошо. Да. Так, да, контакты людей, у кого можно взять баннеры и... Я сбросил уже, я сбросил. Смотри, как у нас вайф, пожарный. Уже есть. Сбросил. Михаил Костев. Да. Все сбросил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы тут пишли люди. Так, все, ребят, давайте. Перерывчик тогда. Можем завтра, я завтра буду работать. Или в понедельник, как хотите. Я хочу себе работать, если я хочу. Сейчас я выйду. Одну секундочку, я сейчас выйду. Сейчас выйду. Окей, ну все, давайте, пока, до завтра. Окей, завтра? Да, я со скайпом сейчас этим решу, название вам дам. Пока. Пока. Всего доброго.